В воскресенье Виктор Толоконский с проверкой проехал по строящимся объектам универсиады 2019. Все ли подрядчики успевают в срок при возведении этих спортивных учреждений? Губернатор контролирует лично. Свою проверку руководитель региона начал со стадиона «Локомотив». Здесь полным ходом идет реконструкция. Виктор Толоконский поручил оптимизировать процессы и ускорить темпы, так, чтобы осенью завершить все работы. К ноябрю стадион уже должен быть сдан в эксплуатацию. После чего площадка станет домашней ареной красноярской команды по хоккею с мячом на время реконструкции их основной тренировочной базы. Заехал губернатор и на строительные площадки на острове отдыха. Здесь реконструируют дворят спорта имени Ивана Иргина. Подрядчики обещают завершить основные работы уже к декабрю этого года, а полностью сдать объект следующим летом. Модернизируется сейчас и центральный стадион. В нем во время универсиады планируют проводить не спортивные, а массовые мероприятия. Побывал Виктор Толоконский на площадках строительства арены «Платином» в деревне универсиады, где возводятся крупные многофункциональные комплексы уже готового поликлиника, куда даже завезли часть оборудования. Осенью здесь начнут работать медики. В России такого еще и никогда не строили. Это первый объект с таким пролетом деревянных конструкций в России. Ну, металл же монтировали до этого, поэтому сделаем и дерево. Дальше проверка переместилась на стройплощадку стадиона Енисей. Напомню, строительство здесь началось на полгода позднее. Запланированного срока для того, чтобы дать команды по хоккею с мячом завершить сезон. Но сейчас возведение стадиона идет практически по графику. Это будет красавец дворец на 5000 зрителей с несколькими залами тренажерными, спортивными, игровыми, внутри комплекса, с обновлением тоже всей инфраструктуры. Очень ритмично работает подрядчик. Счет ведет буквально на дни. Месяц назад было отставание 7 дней, сегодня 2 дня. Ну, а к сентябрю уже выйдут с опережением графика. Много объектов сегодня вне объезда, но уже дано поручение. Следующие выходные посмотрим все остальные. Повторяю, их у нас 34 объекта обязательной программы, плюс еще ряд дополнительных объектов. Весь график выполняется, думаю, что примерно третья часть объекта будет сдаваться раньше срока, потом существенно. Все остальные будут сдаваться точно в срок. Почти на всех стройплощадках работы ведутся без выходных и в круглосуточном режиме. А значит, все построят точно в срок. Дин Володин, Александр Ермошенко. Новости. Продолжение следует...